Всем привет! Привет, друзья, привет, привет! Рад вас приветствовать! Сергей Жуков – солист популярной группы «Руки вверх», известный продюсер и режиссер. Это имя, знакомое каждому, кто застал 90-е года прошлого века. Сегодня мы расскажем, как живет Сергей Жуков и сколько он зарабатывает. Будучи невероятно трудолюбивым человеком, солист группы «Руки вверх» зарабатывает не только благодаря музыке, но и рекламным контрактам и собственному бизнесу. Он стабильно входит в рейтинги Forbes самых высокооплачиваемых артистов России. Например, в 2020 году он занял 11-е место с годовым доходом более 5 миллионов долларов, в основном зарабатывая на рекламе, так как проведение концертов было невозможно. В 2021 году заработок артиста составил 4,3 миллиона долларов, позволив ему занять 21-ю строчку в рейтинге. Сергей рекламировал сеть магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», карты Visa, матрасы Blue Sleep Concept и многое другое. Известно, что годовой контракт со звездой обходится компанией минимум в 5 миллионов рублей. Несмотря на такие внушительные доходы, артист очень рационально подходит к трате денег. Он владеет всего лишь одной квартирой в центре Москвы, где и живет со своей семьей на данный момент. Дизайн дома очень минималистический. В интерьере преобладает белый цвет, а панорамные окна выходят прямо на арбат. Комнаты довольно-таки просторные, и даже есть отдельная гардеробная, о которой так давно мечтал Сергей. Ведь в общежитии и съемных квартирах, в которых ему приходилось жить раньше, для инструментов и многочисленных сценических костюмов не оставалось места. Строить отношения и музыкальную карьеру – достаточно сложная задача, которая не под силу каждому. У Жукова получилось обрести настоящее семейное счастье только со второго раза. С 2000 по 2005 год артист жил в браке с Еленой Добында, и у них даже родилась дочь Саша. Из-за постоянных репетиций и гастролей отец семейства не мог уделять должного внимания своим любимым, поэтому вскоре они развелись. Мать с дочерью уехали в США, что стало большим ударом для артиста. Но спустя несколько лет Сергей встречает Регину Бурт, солистку группы «Сливки». Уже в 2007 году влюбленные решают сыграть свадьбу, а через год на свет появляется их первенец – дочка Ника, а затем сыновья Энджел и Мирон. Сейчас артист уже не хочет повторять свои прошлые ошибки, поэтому все свое свободное время посвящает семье. Половина его публикаций в Инстаграм, за которым следит уже более 2,5 миллионов человек – это фото с детьми и женой. Сергей Жуков – настоящий пример того, как можно совмещать семью и успешную карьеру. Певец также очень консервативен в выборе автомобиля. За 25 лет за рулем мужчина сменил лишь 4 машины. Его первым автомобилем, на котором он тренировал вождение, был ВАЗ-2105, который принадлежал его отцу. Сейчас такая машина стоит около 40 тысяч рублей. Когда группа «Руки вверх» была на пике своей популярности, Сергей имел собственного водителя и надобности в личной машине не было. Однако известно, что артист в разные периоды времени водил Мазду, Порше Каен, Мерседес и Лексус. Цена этих автомобилей сейчас варьируется от 1 до 3 миллионов рублей. Творческая профессия – дело ненадежное и непостоянное. Так как здесь сложно добиться успеха, большинство родителей не принимают выбор своих детей. Такие разногласия коснулись когда-то и семью Жуковых. Дело в том, что отец Сергея надеялся, что сын пойдет по его стопам и станет радиоинженером. Однако работа на заводе не очень привлекала юношу. Поэтому он не послушался и поступил в Самарскую академию культуры и искусств, посвятив свою жизнь музыке. В дальнейшем начинающего артиста поддерживала только мама, а с отцом он не общался. Ему приходилось жить в общежитии и искать подработку, чтобы хоть как-то прокормить себя. И только после того, как руки вверх стали успешными, двое мужчин наконец-то помирились и возобновили контакт. Кроме Сергея, в их семье есть еще один успешный музыкант – его брат Михаил. Так как мама мальчиков была учительницей музыки, в их доме всегда царила творческая атмосфера. Оба сына с детства любили музыку, пели и сочиняли песни. На данный момент младший брат записал несколько сольных альбомов и успешно гастролирует по стране. Среди его репертуара также есть песни «Руки вверх». Когда Сергея спросили, как он относится к этому, артист ответил, что на самом деле многие из песен группы были написаны в соавторстве с братом, и у него есть полное право их петь. Артист всегда был склонен к полноте. В надежде похудеть, в юности он увлекался спортом, а в особенности бодибилдингом. Набор мышечной массы шел очень быстро и только увеличивал формы Сергея. Некоторое время он даже принимал таблетки для похудения по совету так называемых друзей. Конечно, заметного эффекта это не принесло, а только ухудшило состояние здоровья. Сейчас певец полностью осознает настоящую цену здоровья, поэтому старается уделять ему побольше внимания. Несколько лет назад артист перенес три операции, а врачи даже не были уверены, что он сможет выжить. Однажды после концерта он сильно ударился животом о крепление для оборудования. Сначала мужчина не придал этому особого значения, но когда на том месте начал образовываться огромный синяк, обратился в больницу. Оказалось, что у него грыжа. К счастью, вскоре Сергей выздоровел, однако эта ситуация заставила его пересмотреть взгляды на жизнь. Он составил более свободный график концертов, бросил курить, отказался от алкоголя, а также начал следить за своим питанием. Его самой главной мотивацией к похудению являются его дети. Именно они помогли ему собраться с силами и в 2017 году похудеть аж на 24 килограмма. Ведь если родители будут здоровы, здоровы будут и дети. Артист придерживается дробного питания, то есть завтракает, обедает и ужинает в определенное время. Он также отказался от животных жиров и старается не превышать 2000 калорий в день. Кроме творческой деятельности, Жуков также является успешным бизнесменом. Он владеет сетью кондитерских и баров в нескольких городах России. В его заведениях чувствуется атмосфера 90-х. Тут можно увидеть кассеты, пейджеры, томогочи и игровые приставки. Напитки подаются в целлофановых пакетах или трехлитровой банке, как было принято раньше. Открытие новых точек сопровождается концертом артиста, поэтому его заведение довольно популярно среди людей, которые ностальгируют по молодости. Клиенты тут довольно состоятельные, а средний чек начинается от 2500 рублей. Жена певца помогает и поддерживает мужчину во всех его начинаниях, и присматривает за бизнесом, пока муж на гастролях. Группа «Руки вверх» в свое время была настоящей сенсацией. Смысл песен был понятен каждому, а на концертах создавалась по-настоящему дружеская атмосфера. Парни не имели яркого сценического образа, а выходили на сцену в обычных джинсах и футболках, оставались такими же, как и в жизни. Именно эта простота и душевность привлекала фанатов, поэтому группа давала более 50 концертов в месяц. График артистов был буквально расписан по минутам. Сергей Жуков часто признавался, что такое насыщенное расписание помогло избежать звездной болезни. Повторить успех группы пытались и пытаются многие, поэтому с каждым годом появляется все больше и больше двойников. Самозванцы подбирают похожего на Сергея Человека, полненького в очках и с одеждой в похожем стиле. Они зарабатывают, просто открывая рот под фонограмму. Сначала артист смеялся над этим, но вскоре ему стало не до смеха, ведь они нарушают его авторские права. Он очень не любит обман, поэтому как только видит подобные новости, старается их не читать, так как очень сильно расстраивается. Солист заявляет, что на самом деле только один процент населения России может позволить себе позвать на свадьбу или корпоратив настоящих руки вверх. Но слава и успех не всегда сопровождали мужчину на его жизненном пути. Родился Сергей Жуков в обычном городе Дмитровграде 22 мая 1976 года. В школе был круглым отличником, любил гуманитарные предметы. В подростковом возрасте начал серьезно интересоваться музыкой, поэтому после выпуска со школы поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Зарабатывать на жизнь парню приходилось самому, поэтому он вел радиопередачи, составлял программу и проводил мероприятия. В 1995 году Сергей Жуков и Алексей Потехин создали группу под названием «Руки вверх», которую взял под свое руководство Андрей Маликов. Песни группы становились настоящими хитами, а билеты на их концерты раскупали за несколько минут. В таком составе группа существовала до 2006 года, а потом пути парней разошлись, и каждый из них решил заняться сольной карьерой. Сергей Жуков продолжает использовать название группы во время индивидуальных концертов, в то время как его бывший коллега выступает в составе группы Потехин Бэнд. Солист легендарной группы остается знаменитым и на сегодняшний день, и дает более 10 концертов в месяц, собирая тысячи зрителей. Все-таки выбрать музыкальную карьеру вместо карьеры радиоинженера было правильным решением. Вот и все на сегодня. А как вы относитесь к творчеству Сергея Жукова? Делитесь в комментариях!